В Шахане состоялись похороны Кочегара Мирамбека Жиембаева. Напомню, мужчина работал Кочегаром во взорвавшийся 1 января котельное поселка. Полиция разыскивала его как свидетеля происшествия, но живым мужчину так и не нашли. Его тело обнаружили в районе заброшенных дач в 700 метрах от поселка вечером 1 апреля. Мужчина лежал в яме, оставшийся от снесенного дачного домика. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Убитая горем супруга Мирамбека Жиембаева до сих пор не может прийти в себя. Все эти месяцы она жила с надеждой, что муж вернется. Маленькие дочки постоянно спрашивают об отце. Женщина не знает, что ответить. Перед глазами скрюченное тело супруга. Ночью 1 апреля ей пришлось опознавать его. В половине 12 ночи к нам домой пришел участковый. Сказал, что нужно опознать тело. Было темно, я не смогла его разглядеть. Только по одежде догадалась, что это он. Я не знаю, как быть дальше. Все эти месяцы я ждала его. Думала, может, испугался, что его обвинят в трагедии и прячутся у знакомых. Семья Качигара раньше проживала в Узбекистане. В 2012 году они вернулись на историческую родину. У супруги и у детей погибшего до сих пор гражданство Узбекистана. Они живут в однокомнатной квартире, находящейся в коммунальной собственности поселка. В очереди на получение жилья перед ними несколько сотен человек. Я не могу выйти на работу, потому что не с кем оставить детей. В садик нас тоже не берут, своего жилья нет. В первую очередь буду ждать помощи от Бога, а потом уже от местных властей. Я даже не знаю, получится ли у нас собрать документы на пособие по утере кормильца. Родственников у нас здесь нет. Местные власти обещают помочь семье с оформлением документов. Также будет рассматриваться вопрос о выделении денежной помощи семье из фонда помощи пострадавшим при взрыве шаханца. На теле погибшего при визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Однако более точную причину смерти установит экспертиза. Напомним, трагедия в Шахане произошла ночью 1 января. В результате взрыва котла Асо, расположенного в подвале дома номер 4, обрушились часть пятиэтажного дома. Погибли 9 человек, трое из них – дети. Кочегар, обслуживающий котельную дома, исчез. Айям Амрина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.